привет с вами тренд-магазин kadu.ru покупать лучше про остальное забудьте в этом видео мы хотим рассказать про фирму бергер и про пилы бергер и про чем они отличаются друг от друга и про их особенности ну и хотелось бы сказать что мы получили эксклюзив на продажу в россии всех инструментов бергер а инструменты бергер не только известны в германии но и в россии но достаточно долго они не продавались в россии например в германии есть специальные тесты которые проводятся для инструментов садовых режущих в своем классе и в частности бергер принимает в этом очень большое участие каждый раз и вот мы видим например одна из пил бергер получила премиальное место в тестах и в пилах своего класса первое место это знак качества в германии как валер сказал то есть берет берется там 20 пил разных там физ кроссбергер там и так далее и они и тестируются и специальная команда тестировщика которых тестирует она ими пилит она их ломает там самая жесткая эксплуатация вот и кто выиграл тут получается такой вот значок запись из дерман до имеет право ставить эту наклеечку и это в том что это знак качества это самое лучшее германии все фирмы стремятся получить этот знак качества до на своих инструментах для того что это сразу говорится о том что это самый лучший продукт и и он лучше покупается в европе вот пила представлена у нас здесь раз два три четыре пять штук три из них складных две из них обычные жесткие как это сказать вот начнем со складных пил здесь пила представлена большая 24 сантиметра это аналог вот такой не основной пиле это пила у нас сам продаваемый 24 сантиметра вот это и она до зуб у них одинаковый до зуба лена режущей части но здесь надо сказать механизме то есть не складная пила как многие считают она более прочная более мощная но складная пила такого же размера от бергера имеет стальной фиксатор стальные вот такие до обкладочки и она не менее мощная до люфта нет никакого вообще пилы очень прочные закалка делается по зубу более 60 единиц твердости импульсная закалка то есть эти зубья обеспечивают хороший рез очень гладкий и это облегчает работу с такой пилой очень просто работать пила такого размера позволяет распиливать даже ну скажем крупные поленья 15 сантиметров без проблем андрей подскажите пожалуйста вот форма зуба такая для пилы обрезной почему она вот такая странная она отличается от пилы обычной садовой и почему здесь указано направление реза значит сами полотна делаются в корее в южной корее капиталистической форма зубьев называется японские зубы японская форма и он имеет четыре грани заточки и самая главная особенность этих пил то что они пилят на себя если обычную строительные российские пилы работает от себя от себя то японские пилы всегда пилит на себя то есть это одна из особенностей вообще японская культура даже рубанком страдает не от себя к себе и пилит они не от себя к себе вот потом особенность пил вот этих пил это вот японский зуб то есть мы пилим к себе и даже стрелочка указано в рабочем направлении то есть именно в эту сторону как работает пила наверное это удобно для обрезки еще и веток которые сверху поскольку сверху мы будем просто пилу двигать вверх а к себе уже делать рез плюс еще что хотелось бы сказать о чистоте зубьев чем зуб крупнее тем мы больше пилим влажную древесину вот таким вот здесь вот достаточно крупный зуб и он больше подходит для такой влажной живой древесины вот то есть мы отпиливаем уже живые побеги живые ветки вот здесь мы можем сравнивать здесь более мелких зуб здесь как раз больше подходит для древесины такой сухой вот и естественно чем зуб меньше тем у нас срез делается более ровный но тем не менее чтобы не забивалась чтобы зуб не забивался влажной древесиной предпочтение лучше отдавать данном случае более крупному зубу потому что забитая пила естественно вам будет неудобно этим работать да вот еще хочу показать вот совсем мелкий зуб это пила rs ну вот сравним с мелким зубом бергер да но эта пила предназначена для совсем маленьких сухих веточек либо для роз то есть это эта пила вообще идеально для розовых кустов вот ее покупает садоводы ну и плюс она очень компактно всегда можно положить там в карман куда-то убрать достали там на участке и сделали рез очень хорошая маленькая компактная пила очень качественная вот это просто отличие показать отличие совсем мелкого зуба и совсем таки но собственно пила маленькая но она опять же очень качественно сделано позволяет срезать достаточно толстые розы делать обрезку имеет она фиксатор то есть она фиксируется в открытом положении чтобы закрыть нужно его нажать вот собственно привели в рабочее положение можете пользоваться это пила произведена в японии компании rs собственно лучшая пила для бонсай для роз для домашних растений в общем для всего что требует деликатной обрезки которые невозможно сделать например секатором или большой пилой весит она всего 35 грамм весит и длина лезвия 90 миллиметров режущей части рабочего 90 миллиметров вот далее посмотрим пила что если представить от пила самые продаваемые 24 сантиметра зуб такой я бы сказал самый рабочий здесь универсальный зуб подходящий для любых работ есть у нас мы можем отпилить и 10 сантиметров и 5 сантиметров и 3 и вплоть до и 15 метров мы можем отпиливать этой пилой зачем вообще пилы нужно его спрашивать зачем пила нужны ну то есть у вас есть секатор и у вас уже не хватает силу даже того чтобы отрезать ветку до сколько-то но мужчине это максимум 25 миллиметров женщину максимум 20 миллиметров отрежет вот все что больше мы режем либо сучка резом либо уже пилами соответственно самые толстые деревья побеги и ветки мы режем уже пилами потому что сучка резом возьмет максимум это у нас сучка реза 55 сантиметров 5 сантиметров до нибудь максимально то что может отрезать сучка рез и вот эта пила самая ходовая у нас то есть эта пила дополнит ваш садовый секатор есть пилы у нас будет более большие здесь у нас уже идет проболическая пила бергер связи с изогнутым лезвием достану пилу изогнутые лезвия длина 33 сантиметра рабочая часть здесь металлические откладочки ручка эргономика очень удобно обрезинена руки лежит очень хорошо зачем нужна такая проболическая пила то есть это пила утверждение производителей она увеличивает сама со самого производительность пили но так как здесь имеется радиус да если мы ее выпрямим и она удобно плане обрез когда мы тянем к себе то работает это когда от себя работы тут эти зуби то есть мы зубе все время как бы идут в работе они усилия 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 распределяется усилия целиком в отличие от прямой пилы где усилия здесь уже на конце практически его нет то здесь мы при тянущем усилии на себя мы заставляем работать еще эту часть то есть это все позволяет быстрее работать при обрезке при пилении значит что еще интересно в этой пиле такой бонус могу спасибо такой бонус значит из толстого пластика чехол в которой вставляется пила здесь имеется колесико когда вы вставляете пилу вы не травмируете остро заточенный зуб сам пластиковый чехол тоже не портится потому что риска не было здесь прорезали бы вот это вот да с колючек вращается и собственно говоря позволяет здесь в чехле чехол может регулироваться на поясе в любом положении здесь специальный барашек и шлейка которую вы одеваете на ремень и не снимаете и пилу вы в любой момент можете спокойно прикрепить на пояс когда вам это нужно и ставить ее без ущерба для пильного полотна и для вашего чехла обрезиненная ручка удобная и стальные обкладки есть возможность еще менять лезвие возможность замены лезвий обычно этим не занимается потому что саму лезвие здесь стоит лишних денег и иногда проще купить и лучше сам лезвие ну надо сказать что пилу бергер наверное вы замените при вашей работе на садовом участке ну лет через десять ну зависит от интенсивности конечно работа интенсивности работы если вы профессионал конечно можно будет чаще менять инструмент если у вас небольшие обрезки именно вы работаете с фруктовыми деревьями на самом участке то вам это перед пилой хватит надо достаточно долго времени потому что вот например это пилу тащить нельзя здесь идет импульсная заточка зуба вот и уже вручную как старые пилы которые там точили двуручные да и еще потом разводили до разводка здесь уже такие пил уже не выпускаются которые точатся и разводится здесь идет фирменная разводка и при фирменная заточка плюс идет здесь идет определенная система когда пила она не клинится в где в дереве то есть у нас обязательно идет сам разводка самого зуба она шире чем об ушел соответственно вас пила она не будет но она делает разрез толще чем то есть сама пила на режущую часть делать разрез толще чем об ушел соответственно вас было не заклинивается плюс еще такой лайфхак когда вы опиливаете ветку который находится где-то под 90 градусов обязательно нужно сделать подпил снизу а потом уже пилить то есть сначала вы делаете подпил низкими движениями потом сверху уже распиливаете тогда у вас когда ветку упадет она не будет болтаться на на коре да и не подтянется вниз или по стволу там и мы обрезаем как можно ближе к стволу то есть мы не делаем никаких пенечков да потом уже сам рез обрабатываем там специальными но состава для заживления вот но если подрезюмировать то пила бергер качественная надежная долговечная пила изготавливается у нас в южной корее сейчас практически все пила изготовляется по заказу южной кореи то не самых лучших пильных полотен поэтому как бы фирма немецкая здесь у нас написано что произвели произведены в корее хочу сразу предупредить чтобы потом не было вопроса да купили немецкую пилу написано что они произведены в южной корее но бергер в данном случае как немецкая фирма производящая с 1919 года секаторы она отвечает за качество этих пил но и все собственно пользователи знают что южнокорейские полотна пильные они одни из лучших покупайте пила бергер в интернет-магазине kado.ru покупайте лучше про остальное забудьте